Соответственно, зачем тогда нужна пика? Я легко объясню. Человек, одетый в самые тяжелые доспехи, настроен подраться, хорошо защищен, но, как правило, такой живучести, как кабан, большинство людей не имеет. Согласны? В самом тяжелом доспехе есть забральная часть шлема. Человек должен как-то смотреть. Согласны? В любом доспехе есть пластины или подвижные элементы. Они должны сгибаться. И здесь, под мышкой, если человек не сможет поднять руки, как он делает. Правильно? Вот туда легко входит узкая граненая жала пики. Кстати, в армии долгожитель. Во времена Ивана Грозова она начинает массово распространяться по солдатским и стрелецким полкам. Знаете, когда она исчезает из армии? В советское время? Вы правы. После 1945 года. После Великой Отечественной войны. Нет, ну, мы с вами привыкли, что как же так, Вторая, Мировая, даже Первая, это уже танки, вовсю самолеты. Но вот вам пример. Про Первую мировую, естественно, все слышали. Вкратце, историю знаю. Более-менее, да? Первая мировая, это уже серьезная техника. Это орудие типа Кайзер Вильгельм. Представляете, что это такое? Это железнодорожный состав 420 или 480, что уже не помню. Пушка железнодорожный состав. Она со ста с лишним километров обстреливала Париж. У нас сейчас нет артиллерийских систем, которые стреляют на такие дистанции. Нету. Тогда были. Был газ и приб. Были ружья, пулеметы, танки появляться начали. Так вот, первая жертва Первой мировой войны, видовая, она пала не от выстрела, не от разрыва снаряда и даже не от газа и припа, а от палаша австрийского террасира. Кавалерия кругом вовсюду. Кавалерия. Поэтому не стоит удивляться, когда в древние времена даже мирная колотушка, при помощи которой забивали слайд, судами-то домов и плотин, превращается вот в такую палицу буевую остыпу. Про нее говорили. Махнул направо улицу, да не хочется еле повернуть. Так нормально? Махнул направо улицу, отмахнул переулочек. Это боевой молот. Меня спрашивают, зачем он нужен? Я легко объясню. Ломать строй ростовых щитов, оборонять лестницы, крепости. Представьте, к вам по приставным лесенкам лезут враги. По науке, конечно, голову щитами закрывают, лестницы держат упорами. Но вот до лесу, до бойницы, и что? Один удар, и он, и лесенка, и щит, все трое внизу. Причем все трое в разобранном состоянии. Но чтобы биться им, силой и выносливость нужны богатырские. А вот в ближнем бою профессионалы очень любили булавы или булавы. Я думаю, картину Васнецова, все помнят, да? Естественно, у Ильи Муромца булава огромная, шипастая, вы правы. Но я не Илья Муромец, я поменьше, пожалуй, возьму. Скажите мне, с коня вот такой короткой, но очень тяжелой дубинкой кого-нибудь достанешь? Не, не очень. Бесполезно. А вот в пешем строю, когда два полка по сигналу к битве шибутся с разбега, давка настанет страшной. Мечом, топором, как следует, уже не развернуться. А булавой из защиток раздавать короткий, но очень тяжелый удар, и самое оно, и можно было ошеломить или ошеломить врага. Когда удар приходился в защитной оголове воина, шлем шелом, в глазах плыли искры, в ушах стоял колокольный, траурно-похоронный звон, ну, с утрясением мозга, контузия. Сверху точку схлопывался, ну и на этом, в общем-то, все. Правда, к концу Средневековья к нам пошел вал наемников Запада, знакомых массивные листовые доспехи, и булавой вот такой шлем промять до мозга стало уже проблематично. На смену ей пришел и младший брат Шестапер, можно сказать, даже сын, наверное, Шестапер. Смотрите, солидная штука. Вообще оружие называется Пернат или Пернач, но если Перев шесть, как здесь, то Шестапер. За два-три взмаха каждое перо, любой шлем, восточный или западный, превращает в мятую рваную консервную банку, с головой владельца внутри. Но есть один нюанс. Этим оружием почти невозможно защищаться. Вся масса-то вот здесь. Поэтому умные люди, как правило, на вторую руку вешали вот такой стальной на ту пору уже щит. Им отбивали удары противника, а Шестаперам лишь ломали доспех. Соображалка работает? Проверим, как говорил Дадим Миша. Скажите мне, если булаву, Шестапер, а их из золота и серебра, рукоять вырезать, ну скажем, из слоновой кости или из бедного дерева, украсить все это рубинами, алмазами, изумрудами и жемчугом, то мы получим красивое сделание. А, из соля же было. Конечно. Скипетр. Символ сперва великокняжеской, после Анагрозного царской власти. Но золотым оружием любого народа во все века был меч. Свои клинки любили, мечам давали имена, в рукоять монтировали христианские святыни. Я думаю, все видели в фильме моменты, или читали в книге, как рыцарь молится, преклонив одно колено, а перед ним вогнанную землю клинок. Да? Знакомо? А теперь посмотрите почему. На что похоже? На христианский крест со святыми внутри. А на Руси, как былинный, сказочный, меч назывался, кто не помнит, про Бенезу. Конечно. От слова клад или клад. Клад для русской души, клад для русского человека. Об оружии вообще можно долго говорить, главное помнить одну простую, но вечную истину. Оружие не бывает хорошим или плохим, нет благородного, не сделают холодного. Любой клинок, бомба или ракета, ничто без руки человека, что его сжимает. Кварель добра и зла всегда есть. И лишь от него зависит, где и как все это применят. Да и применят ли вообще. А предки были не только могучими воинами, но по большинству своему мудрыми и добрыми людьми. Они знали, когда за мечи взяться, чтобы себя защищать. А когда договариваться словами, ведь истинный воин не любит воевать. Он просто лучше других, умеет. Но изучать воинскую культуру нужно на ощупь. Давайте так, сейчас после того, как я скажу вам волшебное слово, например, пожалуйста.